Здравствуйте, я Марина Романюк. В студии новостей расскажу вам о том, как прошла неделя в городе. Смотрите выпуски. Обществу знания. Просвещение станет больше. Выходим из сумрака. В Рязани стартовал второй этап модернизации уличной сети освещения. Когда кадры решают. В службе по набору сотрудников системы МВД 105 лет. Особо отличившихся наградили ценными подарками. Готовы развивать сотрудничество с Российским обществом знания по всем направлениям. Соглашение, которое мы подписали сегодня, будет этому только способствовать. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с заместителем гендиректора Российского общества знания. Соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и общероссийской общественно-государственной просветительской организацией Российское общество знания предполагает дальнейшее развитие просветительской деятельности и реализацию новых совместных проектов. Среди всех задач повышение уровня знаний населения в области науки, образования, культуры и других сфер. Это задачи, которые ставит перед собой одноименное российское общество. Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание возглавляемого им наблюдательного совета. Рязанская область активно включилась во всю эту работу. Первая задача – это вовлечь как можно больше людей в этот диалог, людей разных поколений. При этом будем опираться на стратегические цели, которые обозначил наш президент. И будем добиваться результатов. Павел Малков подчеркнул, что в этом году обновился состав регионального отделения. Также сформированы руководящие органы, значительно активизирована его деятельность. Благодаря этому соглашению продолжится развитие просветительской деятельности. Будет реализовано много новых совместных проектов. Внедрят в практику современные методы и формы работы. Решение было о перезапуске старейшей просветительской организации как никогда своевременно. Сегодня у нас роль не только просвещать молодежь, просвещать население, но и у нас особая миссия. Мы, по сути, боремся за умы нашей молодежи, за умы нашего подрастающего поколения. На заседании обсуждались вопросы развития деятельности общества знания в регионе. Приняты предложения по взаимодействию с органами власти, муниципалитетами, участию предприятий и организаций регионов просветительских мероприятиях. Председатель регионального отделения Андрей Кашаев отметил значительное количество проведенных мероприятий и реализованных проектов, масштабные планы на будущее. По его словам, постоянно расширяется круг учреждений, общественных объединений, которые сотрудничают с региональным отделением. В том числе к проведению лекций для молодежи приглашаются участники СВО. В областной библиотеке имени Горького открыли проектный офис президентского фонда культурных инициатив. 28 идей, подготовленных общественными организациями области, уже получили поддержку фонда. Конкретная помощь в реализации творческих идей. Вот чем планируют заниматься в проектном офисе президентского фонда культурных инициатив на базе библиотеки имени Горького. Новая площадка станет возможностью для творческих команд со всего региона воплотить свои мечты в реальность. Это соглашение предусматривает активное взаимодействие и развитие в сфере креативных индустрий на территории нашего региона. Библиотека имени Горького, как один из операторов этого проекта, сегодня заключила соглашение с руководителем федерального проектного офиса генерального директора президентского фонда культурных инициатив о взаимодействии. Кстати, эксперты фонда уже поддержали грантами 28 творческих инициатив рязанцев. Работа регионального офиса стартовала. Сотрудники Центра креативных индустрий, отдела молодежных проектов и волонтерской деятельности библиотеки проводят консультации в онлайн и оффлайн формате. На базе библиотеки теперь будут проводить тренинги. Сотрудники проектного офиса расскажут о правилах написания заявок на гранты, а также о том, как продвигать свои проекты. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязани стартовал второй этап модернизации уличного освещения. По-первых, энергетики заменили более 60 километров старого провода и 545 светильников. Основные работы прошли в микрорайонах Конищева и Дягилева. На сегодня в Рязани уже заменено более 15 тысяч светильников. На улице Новоселов работа кипит. Меняют уличное освещение. По полной программе энергетики уже отработали в Конищево и Дягилево. Там заменили около 65 километров старого провода. Своё место заняли 597 новеньких светильников. Впрочем, это всего лишь начало второго этапа. Впереди основной фронт работ. Теперь уже во всех районах города. Согласно туризмного графика, энергетики в рамках заключенного муниципального контракта по капитальному ремонту наружного освещения города Рязани, считая комплекс работ по замене 3800 светильников. Также будут установлены 100 дополнительных светильников и 20 дополнительных опор. Кроме того, в рамках данного контракта будет заменен голый провод на самонесущий изолированный провод в объеме 320 километров, что позволит снизить аварийность в сетях наружного освещения города Рязани. Город постепенно выходит из сумрака. На смену тусклым светодиодам приходят нормальные уличные фонари. Их будут монтировать повсеместно. Работы пройдут на объектах наружного освещения во всех районах города Рязани. Новые светильники создают равномерный световой поток, соответствующий нормативным требованиям. Они обладают большой световой эффективностью, лучшей цветопередачей и длительным сроком службы. Цвет нейтральный выбран на голосование с жителями города Рязани. Сегодня на улицах Рязани одновременно работают больше 20 бригад. На объекты вывели 50 единиц техники. Все работы обещают завершить до конца ноября. В региональном ОМВД наградили отличившихся сотрудников кадрового аппарата. Мероприятие приурочено к торжественной дате. На этой неделе ведомству исполнилось 105 лет. О награждаемых, а также о ветеранах ведомства расскажем далее. Владимир Попов проработал в кадровой службе больше 30 лет. Имея такой стаж, говорит, можно смело заявлять, что работа это творческая. На самом деле ведомственные кадровики занимаются не только подбором и расстановкой, но и воспитанием стражей правопорядка, их профессиональной и морально-психологической подготовкой, а также организацией досуга личного состава ОВД и членов их семей. И добавляет, что всегда свою работу строил руководствуясь сталинским принципом. Кадры решают все. Я хотел бы молодым кадровикам пожелать в каждом кадровом документе видеть лицо или личность сотрудников ОВД и способствовать его профессиональному росту, нравственному, так сказать, росту тоже. Вот это главная задача кадрового аппарата. Хотел бы, конечно, в заключение поздравить в первую очередь ветеранов кадровой службы и весь личный состав со 105-й годовщиной кадровой службы в системе МВД. Сегодня в Управлении МВД России Паризанской области в честь 105-летия со дня создания кадровой службы в Рио начальника регионального ОМВД Дмитрий Григорьев поздравил сотрудников и ветеранов юбилейной службы с профессиональным праздником. Хотелось бы также обратиться к молодому, молодому сотруднику, коллеге. Вот видя вот этих доблестных наших ветеранов, наших уважаемых людей, мы должны также с любовью и трепетом подходить к своей служебной обязанности. Потому что кадровик это и написано на всех скрепах и скрижалях всех этих моментов. Написано, значит, у нас первый идет закон, честь и духовность. Вот с этими моментами каждый должен из вас жить, направлять наших будущих сотрудников. Дмитрий Григорьев поблагодарил ветеранов за накопленный годами службы опыт, который они передают молодому поколению сотрудников, а также пожелал собравшимся здоровья, долголетия и семейного благополучия. За достигнутые высокие показатели в служебной деятельности и вклад в развитие кадровой службы, отличившимся сотрудникам, работникам и ветеранам были вручены заслуженные награды. Много лет жители Кольнова, отправляя детей в школу, переживали за их путь. Он пролегал через заросли американского клёна, ни асфальта, ни освещения. Но в этом году по инициативе местных активистов и при поддержке администрации города, чищобу расчистили и построили освещенный тротуар. Сквер Быстрец, как его называют местные, буквально является дорогой к знаниям. Из близлежащих домов вот по этой дорожке каждый день дети идут в школу. Только дорожка здесь была не всегда. Нужно было видеть изначально, что здесь было. Заросли вот этих вот деревьев, прекраснейших деревьев, которые у нас щебечут соловьи. Многие говорят, господи, что у вас тут за чущоба такая, надо все это вырубать. Мы, как жители, мы не хотим, чтобы здесь все это срубили, все закатали в асфальт. Нет, ни в коем случае. В Кольном нет у нас места для того, чтобы погулять под зеленью особенно. Поэтому мы хотим сохранить сквер здесь сделать, сохранить зеленые насаждения. Возможно, поменять. То есть, если мы спиливаем клёны, то мы сажаем какие-то благородные деревья. Вообще, большое спасибо администрации, что есть такие вот проекты местных инициатив. Прошлой осенью жители дома номер 57 по улице Касимовское шоссе во главе с Татьяной подали заявку и получили долгожданный ответ реализации проекта «Быть». Это маршрут следования детей в школу. Жители просили облагородить его, подготовили сами проект. В рамках проекта была произведена расчистка территории, установлено уличное освещение и подготовлена тротуарная дорожка. То, что мы видим, лишь первый этап проекта. И его выполнили в срок. Мы начали выполнять с начала сентября, грубо говоря, в первых числах. Было установлено освещение, соответственно, под каждый стол проложен кабель, плюс сделан тротуар. Даже то, что уже здесь проложена пешеходная дорожка, проложено освещение, дети могут безопасно идти в школу, как в 50-ю школу в ту сторону, как в 76-ю школу в ту сторону. Не по грязи и по темноте, а со светом. Это уже немаловажно. Такие местные инициативы – хорошая региональная традиция, благодаря которой уже преобразовались многие общественные пространства и продолжают преображаться. Главное условие – неравнодушие к тому, что вас окружает, и немного инициативности. Проект местных инициатив – это большая областная программа, которая проходит при поддержке правительства Рязанской области, администрации города Рязани. Это очень гениальная возможность, отличная возможность людей реализовать свои инициативы, свои пожелания, свои проекты. Заявка максимально лояльна к жителям, то есть очень простой комплект документов. Необходимо обратиться к нам в управление общественных отношений, телефон 95-69-15, 95-69-16. Мы обязательно поможем, расскажем, как это сделать и поможем оформить заявку. Всего в этом году будет реализовано порядка 50 проектов, максимальной стоимостью 3 миллиона 750 тысяч. Это сумма, которая позволяет реализовывать довольно серьезные проекты благоустройства. Стоимость реализации первого этапа благоустройства дороги вдоль реки Быстрец приближена к максимальной планке. В следующем году предстоит второй этап благоустройства. Что именно захотят увидеть люди, они обсудят с представителями администрации в рамках круглого стола уже на следующей неделе. А пока своими силами продолжают приводить территорию в порядок. В ближайшие выходные, например, жители соседних домов выйдут на субботник, чтобы очистить берега речки. Руслы реки Солочи очистили от донных отложений. К работам приступили еще в 2020 году, но закончить удалось только недавно. По государственной программе сохранение уникальных водных объектов для улучшения экологического состояния реки пришлось сменить трех подрядчиков. Вот так вот река Солочи выглядела чуть больше года назад. А это она же сейчас. Обещанного рязанцы ждали три года. Расчистка проходила несколько лет. Связано это было с тем, что проект достаточно сложный технически. У нас было два года с высоким паводком. Из-за этого работы еще не могли проводиться, потому что в паводковый период и в нерестовый период работы на реке проводить просто спрещено. Участок реки был расчищен длиной 3,1 километра. Выбирался этот участок, исходя из рекреационного использования. Только после смены двух подрядчиков проект все-таки удалось осуществить. Оказалось, что задача по очистке этого участка по плечу только опытные компании. Причем по срокам работы завершили раньше на месяц. Изначально объект планировали сдать в ноябре 2023 года. Было очень большое количество растительности водной. Та, которая прорастает в ил, и начинаются процессы гниения, которые негативно влияют и на качество воды в том числе. Значит, было удалено более 130 тысяч кубометров этих донных отложений. Они были вывезены с реки. И профиль реки и продольный, и поперечный стал более комфортный для процессов самоочищения и проточности данного участка. Теперь пропускная способность русла стала больше. Да и визуально берег и вода сильно изменились в лучшую сторону. По оценкам экспертов, экологическая эффективность такой очистки порядка 10 лет. А это значит, что Солочи, или как ее еще называют «жемчужина Рязанского края», стала более живописной и привлекательной для отдыха. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как новым рязанским прокурором назначен Дмитрий Каданев. В неформальной обстановке он ответил на вопросы представителей рязанских СМИ и наметил основные направления в своей работе. Разговор получился открытым и душевным. Дмитрий Каданев в органах прокуратуры без малого 30 лет. До назначения в Рязань работал в прокуратурах Тверской, а затем Смоленской областей. Круг проблем в регионах примерно одинаков, рассказал он журналистам. Работая в Тверской области, работая в Смоленской области, перейдя на Рязанскую землю, в принципе, сталкиваюсь, вот если, скажем так, из того, что наиболее волнует население, наиболее актуально, это, конечно, проблемы жилищно-коммунального комплекса, это работа управляющих компаний, это содержание жилищного фонда, это состояние коммунальных сетей, вопросы, связанные с реализацией программы капитального ремонта, тревожит население и состояние, вот, и что и в прежних субъектах, и здесь, это состояние водоснабжения. Безусловно, людей волнует состояние медицины, вот мы реагировали и на, скажем так, необеспечение льготными лекарствами и на недостатки в работах фельдшерских, акушерских пунктов. Задавали вопрос и о работе Турлатовского полигона, хотя ситуация, наконец, близка к своему разрешению, журналисты не могли не спросить, почему же целое десятилетие разобраться с незаконной деятельностью не получалось. Нормативно регулирование, оно достаточное. Вопрос в одном, вопрос в добросовестности и в том, что вот в этой ситуации на объект, который не был включен в схему обращения с твердыми коммунальными объектами, который не являлся таковым, просто, скажем так, участники рынка злоупотребляли своими возможностями и возили туда мусор и сварили. Конечно, при полной, при бесконтрольности со стороны тех органов, которые должны были контролировать. Были вопросы и о работе медицинских учреждений, в частности, о фактах коррупции и принудительных поборах. Право на оказание медицинской помощи, в том числе бесплатное, оно гарантировано Конституцией, как один из способов профилактики. Это прокурорский надзор за качеством, своевременностью оказания медицинских услуг. И мы тоже в этом направлении работаем. То есть, надеюсь, что для Рязанской области вот то явление, которое вы обозначили, оно все-таки не является системой. Ну, а если такие факты будут выявляться, безусловно, мы на них будем реагировать как средствами прокурорского надзора, так и уголовно-правовыми средствами. Взаимодействие со СМИ – неотъемлемая часть работы прокуратуры, заявил новый руководитель надзорного ведомства. Мол, меры реагирования и проверки нередко начинаются именно на основании публикаций в СМИ. Поэтому тесное взаимодействие с журналистами зачастую помогать решить проблему, даже когда уже кажется, что наступило отчаяние. В общем, реагировать теперь, по словам Дмитрия Каданева, прокуратура будет практически на каждую жалобу. Одно из важных в тестировании при устройстве на работу в Министерство внутренних дел – тестирование на полиграфе, или, как его кличут в народе, детекторе лжи. О том, как это работает, узнавал Валерий Седов. Сейчас я закреплю на вас датчики верхнего и нижнего дыхания. Возьмите в руку, обведите вокруг себя и дайте мне. Два датчика дыхания, еще датчики потоотделения, давления и кровонаполняемости мелких капилляров. Все напоминает сцену из какого-нибудь шпионского кино, только комната уютнее. За стулом совсем не злодей из триллеров, а даже наоборот – будущий работник Министерства внутренних дел. Сейчас у него один из этапов при устройстве на работу – специальное психологическое исследование на полиграфе. В простонародье – детектор лжи. Мы видим его реакции по датчикам верхнее и нижнее дыхание, кожегальваническая реакция – это потоотделение, артериальное давление и кровонаполняемость мелких капилляров. И также датчик тремора, он находится уже в стуле, на котором испытуемый сидит. Сначала, так сказать, минута тишины. Датчики считывают показатели человека в спокойном состоянии. Это контрольный образец для сравнения. После первый тест под названием «Фамилия». Я вам буду перечислять ряд фамилий и, соответственно, назову вашу фамилию. На все мои вопросы вы будете отвечать «нет», даже на свою фамилию, чтобы мы отследили правильность работы полиграфа. Этот тест длится дольше. Важна реакция после каждой лжи. И по этим показателям можно судить, где была сказана правда, а где нет. Мы видим шкалу красной на его фамилии, что говорит о том, что он нам врет. Полное прохождение обследования длится около двух часов. А вопросы только в начале простые и после каверсные. Про употребление наркотиков, хранение оружия и боеприпасов. Если человек солжет, то прибор это увидит. Однако, говорят, называть полиграф настоящим детектором лжи все же неправильно. Прибор регистрирует психофизиологические процессы, которые происходят в организме человека. Так что ложь фиксирует имена психолог. После окончания обследования мы пишем заключение, где выносим вердикт о том, что годен кандидат к службе, либо нет. Такое тестирование проходит каждый кандидат при трудоустройстве в Министерство внутренних дел. В данном случае вердикт годен. Теперь осталось пройти остальные три этапа. И навряд ли они могут быть так страшны, как детектор лжи, который обнажает всю натуру человека. Рязанскому дому Белого Аиста уже 4 года. Фонд поддержки восстановления популяции Белого Аиста подает заявку на президентский грант. Проект позволит напоминать жителям региона о бережном отношении к природе. Кроме того, школа Белого Аиста станет просветительской программой для молодого поколения, которая научит понимать белых аистов и помогать им. В Рязанском доме Белого Аиста на постоянной основе живут всего 4 особи. Остальные же птицы прилетают сюда на гнездовье. Для этого на территории сооружены специально оборудованные опоры. Вот такие вот гнезда становятся временным домом для пернатых семей с начала весенних брачных игр, вплоть до отлета подросших птенцов и их родителей на юг. По результатам разведения птиц, которые у нас, у нас за то время, которое этот проект существует, было отложено 19 яиц, было выращено 14 птенцов. Все они, кроме одного, улетели на юг, на зимовку. Кто-то из них возвращался. То есть этих птиц видели. Вообще этим птицам привычно селиться рядом с людьми. До появления Рязанского дома Белого Аиста численность этих пернатых была небольшой. С каждым годом, благодаря орнитологам фонда, она растет. А это значит, что жители региона уже должны понимать и принимать правила соседства с Аистами. В целом, идея появилась спонтанно, если так можно назвать. Мы смотрели на людей, которые заинтересованы в группах, читают наши в СМИ все, смотрят. И мы поняли, что это очень интересные дети. Они интересуются, они рисуют нам рисунки. Мы предложили нашему руководителю водить сюда детей. И мы решили, что просто водить – это неинтересно. Сначала нужно рассказать детям про то, как вообще взаимодействовать с Аистами. Проект «Школа Белого Аиста» нацелен в первую очередь на молодую аудиторию. Здесь рассчитывают не только рассказывать о бережном отношении к природе и методах взаимодействия с Аистами, но и научить правильно создавать гнезда. Их будут ставить на специальные высокие опоры на территории Фонда поддержки восстановления популяции этих птиц. По словам авторов проекта «Школа Белого Аиста», их подопечные – это еще и хороший пример для детей и подростков. Ведь у аистов очень ответственный подход к созданию ячейки общества. Они моногамны и обычно разделяют заботу о потомстве. По очереди насиживают кладку и вместе кормят птенцов. Кстати, проект поддерживает и региональный детский общественный совет по правам ребенка. Мы видим, что этот проект очень важен и нужен не только для нашей области, но и для нашей страны в целом. Мы будем, конечно же, через информационные источники сообщать об этом. И, конечно же, будем публиковать общие посты в наших сообществах. Рязанский дом «Белого Аиста» расположен недалеко от поймы реки Аки. Первый этап рассчитан на просветительскую работу со школьниками из ближайших населенных пунктов. Это будут специальные уроки, лектории, мастер-классы. Ареал охвата – порядка 30 учебных учреждений. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова